Добрый день, друзья! Как и сообщили сразу несколько источников в разных странах, США вчера официально одобрили поставку Польши 79 противотанковых ракетных установок «Джевлин». Если быть более точным, то в сообщении Управления военного ведомства США по оборонному сотрудничеству и безопасности говорится, что Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польши 180 ракет «Джевлин» и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования. То есть еще одна соседняя с Беларусью страна может получить системы, которые пока что пользуются славой самого эффективного в мире оружия против тяжелых бронированных машин. О «Джевлинах» можно говорить много, и почти все будет из области предполагаемого. Да, утверждается, что комплекс прекрасно зарекомендовал себя в Афганистане, в Ираке, в Сирии. Однако, если посмотреть видео уничтожения бронетехники в этих странах, то там будут преимущественно пуски еще из советских противотанковых систем или их аналогов, копий. Между прочим, «Джевлин» переводится как «копье». Это действительно очень легковесная система, весит всего 23 килограмма. И действительно, как копье ракета бьет по цели сверху, где, как известно, у тех же танков слабая броня. В системе есть все, что сегодня должно быть. Высокочувствительный инфракрасный датчик, навороченный тепловизор с 4-х кратным увеличением, прицел с 12-х кратным зумом. Одним словом, есть основания для высочайшей цены. Так вот, редкая цель может стоить столько же, сколько «Джевлин». К примеру, поляки заключили контракт на 100 миллионов долларов. То есть, каждая установка обойдется в миллион 200 тысяч примерно. И это примерно стоимость танка Т-72. Но проводить параллели не очень благодарное дело. Их ведь можно по-разному провести. Вот, кстати, нынче модно сравнивать образцы по тактико-техническим характеристикам. Не хочу этого подробно делать, чтобы не прослыть субъективным типом. Ведь угол зрения можно такой применить, что любая ультрасовременная модель будет аки-болванка выглядеть. Вот маленький пример с нашим «Джевлином». Хранить его можно только в определенных тепличных условиях. А вот, допустим, противотанковые комплексы «Штурм» где хочешь. Дальность полета ракеты «Джевлин» порядка 3000 метров. У «Штурма-С» 5 километров. 3,5. Можно сказать, что тут вообще нечего дальше сравнивать. Да это «Джевлин» против «Штурма» не устоит. Все ясно. А если спросить любого производителя других противотанковых систем, то точно можно будет услышать, что и «Джевлин», и «Штурм» полный отстой. А вот у них-то комплексы то, что надо. В пользу этой версии, кстати, о том, что «Джевлин» не такое уж чудо-оружие, свидетельствует тот факт, что при его продвижении активно используется политический ресурс. Продажа этой системы — это всегда политическая новость. Причем там, куда смотрит вся планета. Вспомните Украину. Украина на слуху, значит, там должны появиться «Джевлины». И они появились. Правда, применять их запретили. Это ли не рекламный ход? Так что не факт, что сосед «Феррари» купил. Но как бы то ни было, появление у соседей нового оружия, как и вообще пополнение арсенала боевой техники, редко вызывает восторг. И с этим не принято громко поздравлять. Пусть даже это вооружение не направлено против тебя. Количество, как известно, переходит в качество. И с этим надо считаться, выравнивая систему. На сегодня все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok